одного государства, потому что вот мы поехали в Казахстан и у нас все получилось, то, что мы планировали. И после того, как нам выдали эту справку, нам сказали, что в течение 10 дней вам надо уехать с Казахстана, иначе будут приняты определенные меры. То есть мы уже не граждане Казахстана, но мы еще и не граждане Болгарии. Мы где-то вот зависли в небесах, и вот Писание говорит, что наше жительство на небе. Поэтому после служения подойдите сегодня к нам с Наташей и познакомитесь с гражданами неба. Потому что вот сейчас мы точно вот такими и являемся ребятами, которые зависли в небесах. Мы были в Казахстане, было очень много встреч, и, наверное, на Фейсбуке кто-то из вас видел, что я встречался с одной мессианской еврейкой. Это известная у нас поэтесса Инесса Шатилова. Она написала очень много поэм, стихотворений. Когда мы уезжали, она написала более 600 произведений. И она продолжает писать. И написала про Казахстан. Можете послушать на моей странице. Очень замечательный стих. Казахстан, он выглядит на карте, как рыба. И по-еврейски рыба – это нун. И вот такие прекрасные стихи. И потом муж Инессы Шатиловой, Родион, он говорит, ты знаешь, что случилось? Еще один наш поэт из нашего города, из Караганды, где было очень много репрессированных евреев, немцев, японцев, украинцев, русских и так далее. И очень много народу погибло. Один наш поэт, я хотел показать его на снимке, его зовут Олег Русских. Он отправил свои произведения, стихи в Санкт-Петербург Александру Розенбауму. Кто-нибудь знает этого певца? Это еще один еврей. Его творчество я очень уважаю и люблю. И когда Александр Розенбаум прочитал стихи этого карагандинца, он сказал, я просто был обезмолвлен. Потому что эти стихи, они ошеломительны. И говорит, я не мог на них не написать музыку. И он написал музыку на два произведения. Одно из них называется «Стрекоза». И это произведение посвящено всем детям, погибшим на взрослых войнах. И он уже исполняет эту песню. Мы знаем, что очень много детей сейчас погибает. И это страшно. в Украине. И сегодня очень много детей все еще погибает на территории Турции. До сих пор из-под обломков достают очень много детей. Понятно, что и взрослых тоже. Но особенно страшно, когда очередного ребенка вытаскивают. Конечно, очень много уже вытаскивают мертвых. Или сильно покалеченных. И слава Богу, что еще есть... Сегодня буквально я смотрел по новостям. Вытащили еще одного ребенка. После 128 часов пребывания под землей. Александр Розенбаум, он как раз в это время я начал писать стихи на эту тему. И он написал одно с четверостищи. Я успел написать только вот эти строчки. Христианин ли ты или иудей? Куран имеешь в помыслах своих. Молясь о счастье собственных детей. Подумай хоть немного о чужих. И я хотел сегодня исполнить эту песню. Потому что я тоже не могу ее не исполнить в память о тех детях, которые уже погибли. И которые, к сожалению, еще и погибают сейчас. В 21 веке. Когда вокруг вроде бы как цивилизация. И я бы не хотел бы, чтобы мы сегодня хлопали в конце. Я хотел бы призвать вас к минуте молчания. Чтобы помянуть вот этих детей. Вы услышите лопасти падающего вертолета. Этот стих, он посвящен вообще детям в первую очередь Донбасса. Когда именно на первый вертолет и первые ракеты начали падать на мирные кварталы, дома. И вы знаете, я специально сделал так, чтобы мы увидели и текст этой песни, чтобы вы могли тоже это подпевать или шепотом как-то. Ну, пожалуйста, пропустите эту песню через себя. хотя бы проговорите вот эти слова. Подумайте о чужих детях, о тех детях, которые прямо сейчас под завалами, о тех детях, которые уже погибли. и помолитесь о том, чтобы те дети, которые живые, чтобы на них пришла самая мощная защита. Это защита драгоценной крови Христа. Я увидел во дворе стрекозу, дверь открыл и побежал босиком, громыхнуло что-то словно в грозу. Полетело все вокруг кувырком, пеплом падала моя стрекоза, оседал наш дом горой кирпича. Мамы не было, а папа в слезах что-то страшное в небо кричал. все кричал, что-то в небо печал. зло плясали в небо в небо неожиданно заплакала врач понял, что уже не стану большим никогда. никогда я не стану большим никогда я не стану большим. зло пляси зло 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 меня зло 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 Меня с собой Непонятно светлым днём Потемнело за окном Мимо ямы дома, отчего Солнце уходило ночевать Мимо ямы дома, отчего Солнце уходило ночевать Умирает моё лето во мне Мне так страшно, что я криком кричу Но кто в этом виноват, а кто нет Я не знаю, да и знать не хочу Мне терпеть уже осталось немного И когда на небе я окажусь Я на всех на вас пожалуюсь Богу Я там всё ему про вас расскажу Я на всех на вас пожалуюсь Богу Я там всё ему про вас расскажу Просто минуту помолчим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Аллилуйя И я бы сегодня хотел призвать Мы смотрели видео, где наши друзья И Владимир, и Наталья Присаживайтесь, пожалуйста Если помните их сын Даник Маленький мальчик Они сейчас в Турции Они в Алании Общаются с нашими братьями У нас там церковь братская в Алании Пастыри Осколкины И Даник, он участвует Там на видео Я видел, как он вместе вот в этой очереди То есть там люди работают день и ночь И вот они сейчас разносят вот эти развалы И Даник участвует в том, чтобы просто вот передавать Вот в этой цепи он стоит Маленький мальчик И он активно помогает, служит И мы хотели бы сегодня собрать пожертвование И отправить в Турцию, в Аланию В которую мы знаем То есть мы там можем доверять этим людям Которые участвуют также в том, чтобы помогать в Турции Показывают также вот эти видео Где они помогают и участвуют И собирают большие пожертвования Слава Богу, что кинули клич И вот на последних Олимпийских играх Была заработана определенная сумма И все эти миллиарды были отданы сейчас на то Чтобы каким-то образом хоть как-то вот Просто что-то вот помочь вот этой стране Вот этому народу Вот и были высланы специальные такие фургоны Которые очень можно Десятки тысяч фургонов Которые можно построить в такие временные дома Жилища И также для помощи тем, кто очень сильно пострадал Во время этого землетрясения Поэтому мы сегодня помолимся за пожертвование И в ящичек с приношениями Вы можете положить то, что Господь положит на сердце И мы отправим это в Турцию В нашу братскую церковь в Алании И мы сегодня также помолимся За это Господь, благослови Господь наши сердца Дай нам участвовать, Господь Отец Исаны Нашими сердцами Нашими молитвами Нашими приношениями, пожертвованиями Финансами, усилиями, силами